Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Я очень-очень нуждаюсь в вашей помощи, пожалуйста, мне 31 год, я ненавижу своих родственников. Дело в том, что они всегда меня критиковали и уничтожали мою личность. Я был учеберком и подростком, на этом фоне подавлял себя и занимался аутоагрессией. Но однажды я, благодаря работе над собой, начала отстаивать себя и свои границы. И я даже несколько грубо огрызался от них, зная, что это неправильно, но по-другому не могу. Так как они продолжают свои действия по отношению ко мне. И с одной стороны мне очень совестно за свою реакцию, с другой мне осознатело, что меня упрекают, не принимают меня и считают меня неблагодарными. И т.д. Я очень-очень благодарен, но я хочу, чтобы меня тоже считали человеком. И хотя нас уже разделяют тысячи километров, они все равно умудрают меня доставать и еще и вызывать у меня чувство вины. Я так устала чувствовать себя ничтожеством. Спрашивает пользователь по имени Аня. Ну что же, Аня, вы написали свой вопрос, точнее даже текст. Вот, и признаться честно, пока что это больше похоже на просто жалобу. То есть пока что это просто похоже на то, что вы жалуетесь и все, и все на это. На мой взгляд, вам в этом смысле нужно как-то для себя сформулировать, в общем-то, то, чего бы вы хотели. Вот, потому что сейчас, пока что на данный момент этого ничего нет. То есть на данный момент вы не пишете о том, ну, чего бы вы, чего бы вы хотели. Вот, какой, какой, ну, какой помощи бы вы, например, хотели, да? И, в общем, это выглядит как, сейчас это выглядит как основная проблема. Вот. Вы говорите о том, что ненавидите своих родственников и что вам 31 год. Наверное, здесь есть какая-то связь, в смысле того, что, вероятно, вы как-то ожидаете от себя того, что, ну, не будете вы в... 31 год ненавидеть своих родных. На мой взгляд, здесь угаливается некоторое такое определенное, если хотите, требование. Требование. К себе. То есть, по моим ощущениям. Вот, как мне это видится. Вы от себя требуете прямо-таки вот того, чтобы, ну, например, ненавидеть ваших родных. То есть, здесь именно история про требования. И насколько это требование адекватно. Насколько оно... Насколько оно... Насколько оно... Это требование... Это требование... Корректно? Ну, вот. По отношению... К вам. Там, т.е. то есть, насколько вы... Насколько вы... Можете реально сейчас... Этому... Требованию... соответствовать, это вот большой вопрос, потому что если вы запрещаете себе, допустим, ту же ненависть, если вы запрещаете ее себе, к примеру, то она эта ненависть будет только вот расти, она эта ненависть будет только крепнуть, к сожалению. Вы пишите, они меня всегда критиковали и уничтожали мою личность. Ну, безусловно, это тяжело и неприятно, то, что это происходило, безусловно, вне всякого сомнения. Но я думаю, что вы на эту критику в том числе и сейчас продолжаете как-то реагировать. То есть критика вызывает некоторые чувства именно у вас. Понимаете? То есть критика сталкивает как бы вас с чем-то внутри себя. Вопрос заключается в том, что это, то есть с чем именно внутри себя вы сталкиваетесь. лично я думаю, что вы сталкиваетесь с такой, быть может, не очень приятной мыслью о том, что с вами что-то не так. Лично мне кажется, что вы сталкиваетесь с непринятием вашим, вашим собственным себя здесь и это ранит вас больнее всего, дает дискомфорт. А ненависть к родственникам, ну помогает вам несколько эту историю как-то пережить. Помогает вам возможно облегчить боль. Ну боль может быть действительно как-то и облегчается. На самом деле болезненность может быть как-то снимается, это правда, но само собой происходит это не на постоянной основе. То есть само собой, что вам требуется подтверждение, вам требуется какая-то подпитка, вам нужна поддержка. И на мой взгляд, вы черпаете эту поддержку в том числе из ненависти. Вот. То есть, я сейчас хочу сказать, что по моему мнению, ваша задача не избавляться от ненависти, если это действительно на самом деле то, что вы хотите. А скорее учиться принимать себя. На мой взгляд это как раз то, чего вы не делаете. То есть вы боретесь с условным внешним врагом. Вот. С условным внешним врагом вы боретесь. А вот внутри себя определенных, ну определенной, скажем так, проблематики вы не замечаете. Вот. И на мой взгляд это самое здесь неприятное. Дальше. Значит, я, будучи ребенком и подростком, на этом фоне подавлял себя и занимался аутоагрессией. Я сейчас ни в коем случае не говорю, что вы обманываете. Я сейчас ни в коем случае не говорю, что вы обманываете. Говорить неправда. Я сейчас именно вот хочу просто вас в этом смысле постараться понять. Потому что нужна ваша история. Однажды я благодаря работе над собой начал оставить себя из своей границы. Как вы это сделали, какую работу над собой и что вы сделали для того, чтобы отстаивать. Я даже несколько грубо огрызался. Одни знают, что это неправильно, но по-другому я не могу. Почему вы считаете, что это неправильно? Так как они продолжают свои действия по отношению ко мне. Какая цель этих действий у вас, то есть, вы огрызаетесь? Какая цель? Какую цель вы подслуживаете? С одной стороны, мне очень согласно на свою реакцию. Нужно разобрать поподробнее, что именно вы вкладываете в согласно. С другой, мне ясно чертелось и меня упрекают, не принимают и считают неблагодарными и т.д. Я очень благодарен, но качество меня тоже считали человеком. То есть, вы делитесь. Хотя нас разделяют тысячи километров, им все равно нравится меня доставать и вызывать меня чувство вины. Как? Что вы делаете для того, чтобы это стало возможным? Я устал чувствовать себя ничтожеством. Дело в том, что это вы выбираете верить людям, своим родным, вы выбираете им доверять и вы выбираете считать их правыми. Вы выбираете считать их правыми, понимаете? Это можно изменить. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго.